Ничего подобного случилось, ковид, ни копейки оттуда не взяли. Где он размещен? Большей частью за рубежом. 14 триллионов рублей, запомните. У нас золотовалютные резервы. В советское время они находились внутри страны. На них мы осваивали БАМ, Сибирь, Целину, Космос, все что угодно. Это были кредитные ресурсы. Сегодня 44 триллиона рублей находятся на Западе, кормят западную экономику, а они нас облагают экономическими санкциями. По оценке журнала Forbes, 200 человек наших олигархов владеют состоянием равным 48 триллионов рублей. Где находятся эти деньги? Тоже за границей. А вот в советское время олигархов не было. И эти деньги были у нас в стране. Российский бизнес у нас набрал 470 миллиардов долларов. И платит за них около 700 миллиардов рублей проценты. Эти деньги могли бы находиться в стране. Но почему они гуляют за рубежом? 44 тысячи предприятий у нас зарегистрированы за рубежом. И платят налоги по месту своей регистрации. Наша страна теряет около 5 триллионов рублей в год и ничего не делает для этого. Вот только с Кипром, Нидерландами недавно расторгли договор, а все остальные 80 государств, где размещены наши предприятия, остались на месте. Ежегодно из страны легально вывозится 50 миллиардов долларов. Или 3,6 триллиона рублей по текущему курсу. Нам что, эти деньги не нужны? Почему эту ловушку нельзя закрыть? Но мы не только ее не закрываем. Мы, наоборот, в прошлом году Единая Россия приняла закон, по которому экспортеры золота, хлеба и металлов имеют право выручку оставлять на Западе. А в результате наши убытки по этому вопросу еще вдвое больше увеличатся. Потому что только в прошлом году на 44 миллиарда долларов или на 3 триллиона было вывезено вот этих товаров. Продолжение следует...